МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В правительстве ЕО состоялось заседание круглого стола, посвященное обсуждению федерального законопроекта, который должен будет наделить регионы полномочиями по регулированию некоторых требований в области обращения с бродячими животными. В обсуждении участвовали депутаты, главы муниципалитетов, представители зоозащитных организаций. Одной из главной обозначили проблему бродячих собак, которые сбиваются в стае и не дают покоя гражданам. Уже с начала этого года в ЕО зафиксировано 29 фактов нападения на людей, и это только те случаи, когда пострадавшие обратились в медучреждение. Сейчас процедуры отлова и содержания бездомных животных регулирует 498-й федеральный закон, в котором обозначены строгие требования к содержанию приютов для бездомных животных. В настоящее время, если полностью соответствует всем требованиям к организации этих приютов, проводилась оценка этих мероприятий. То есть организация приютов для размещения 200 мест для размещения собак оценивается примерно 40-50 миллионов. Я думаю, для бюджета этой области значительная сумма. Обсуждаемый законопроект позволит регионам самим регулировать некоторые правила по обращению с животными. В случае его принятия законодатели еврейской автономии намерены смягчить требования к приютам, чтобы снизить траты на их содержание. Главы муниципалитетов данный законопроект поддержали единогласно. Конечно, я думаю, что его поддерживать надо, но и дальше всё-таки начинать уже приступать к разработке своего внутреннего нормативного правового акта, который будет уже регламентировать полностью эту деятельность. Здесь, наверное, касаться будет не только требованием к приютам, а в целом к процедуре полностью. Зоозащитники, в свою очередь, опасаются, что таким образом власти региона для решения проблемы с бродячими собаками будут прибегать к их массовому истреблению путём эвтаназии. Но такая участь может ожидать лишь самых агрессивных животных, которые представляют опасность. Общественники готовы их содержать, но за счёт средств муниципальных бюджетов. Я просила выделить на год на 50 собак, всего лишь на 50 собак. Да, это 6 миллионов в год, но это не такая огромная сумма, как казалось бы. Вы понимаете? Но 50 собак с города уберите, и наступит полное социальное спокойствие, потому что это даже больше, чем надо. Взвесив все за и против, большинство участников круглого стола согласились с тем, что проблема бродячих и агрессивных животных должна решаться с учётом специфики нашего региона. На сегодняшний день мы действуем чётко по федеральной норме. Соответственно, для нашего региона ситуация не совсем рабочая. И вот мы сегодня обсуждали вопрос, нужно ли нам это право, чтобы регулировать данные отношения с животными. И большинство высказалось за положительно, что можно на региональном уровне эти вопросы будет решать. После принятия закона на федеральном уровне правительству еврейской автономии предстоит разработать областной законопроект по обращению с животными, который затем будет рассмотрен региональным законодательным собранием с учётом мнения общественности. Никита Натапов, Богдан Патрин, Новости, 21. Пятидневный интенсив «Азбука предпринимателя» для молодёжи провели на базе Преамурского государственного университета имени Шалом Алихима, сотрудники регионального центра «Мой бизнес» совместно с корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства. Большинство участников составили студенты базового вуза ЕАО. В заключении недельного обучения руководитель центра Михаил Юркин выступил с лекцией об инвестиционном потенциале автономии. О тех инициированных проектах, которые будут реализованы на территории нашей еврейской автономной области, о её конкурентных преимуществах, особенностях. Будущее развитие России, оно на востоке по причине того, что рядом большой ёмкий рынок, прежде всего, Китайской Народной Республики. С группой на протяжении всей программы работал сертифицированный тренер корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Марина Бородинова. Порядка 30 потенциальных предпринимателей изучили АЗ организации собственного дела. От мер поддержки режимов налогообложения до инструментов маркетинга и финансовых моделей. У молодых людей много наработок и идей. Студенты готовятся перенести их на бумагу в работе диплом как стартап. Знания, полученные на тренинге азбука предпринимателя, помогут при написании квалификационной работы. Он для меня оказался очень интересным, очень продуктивно прошли наши занятия. Для себя я узнала очень много нового в сфере экономики, в сфере бизнеса, потому что раньше с этим я мало встречалась. И я почерпнула, так сказать, для себя какие-то основы фундаментальные, из которых я уже выращу свой стартап, свой проект. Выступали такие люди, которые работают непосредственно уже с бизнесом, которые дают инвестиции, которые рассказали про то, как развивается ЕАО уже, какие уже есть проекты. Подводя итоги интенсива, генеральный директор инвестагентства ЕАО Михаил Юркин вручил сертификаты выпускникам программы. 27 июня дипломы как стартапы представят на суд экспертной комиссии университета. При поддержке регионального центра «Мой бизнес» автор перспективного проекта получит 100 тысяч рублей для дальнейшего развития собственного дела. Екатерина Кувалдина, Кирилл Богаченко. Новости 21. Еврейская автономия продолжает готовиться к празднованию Дня Победы. Города и населенные пункты региона приводят в порядок и украшают к одному из главных праздников для россиян. Свою лепту вносят и жители области, не забывая о виновниках торжества, отцах, дедах и прадедах, одержавших победу в Великой Отечественной войне. Так семья ветерана Василия Павлова, кавалера Ордена Отечественной войны, уже не первый год облагораживает придомовую территорию и украшает свой балкон портретом героя, чтя память своего дедушки. Это мой дедушка, который участвовал в Великой Отечественной войне с 1942 года по 1945 год. То есть он дважды имел ранение, последнее ранение его было тяжелым. Он полгода находился в госпитале. Пуля прошла буквально 0,5 мм от сердца. Пуля была разрывная, то есть разрыв пули произошел в задней части лопатки. Но после войны он вернулся в 1945, это был август 1945 года. Родственники ветерана рассказали, что таким образом, по сути, продолжают дело дедушки, когда он еще при жизни долгие годы содержал в порядке территорию подъезда и весь двор. Соседние ребята активно принимают участие в обустройстве двора. Каждый год помогают в украшении территории, интересуются родной историей. Очень гордимся тем, что именно детки нашего двора и прилежащих территорий очень много задают вопросов о Великой Отечественной войне. Дети знают, кто такой Кутуза, знают, кто такой Сувора, знают, кто такой Чапаев. То есть в процессе общего дела у нас идут такие как бы викторинки, ответ-вопрос-вопрос-ответ. И очень радует, что дети этим интересуются. К украшению города в очередной раз присоединились и жители социальных домов Биробиджана. Некоторые из них – дети войны и не понаслышке знают о трудностях тех лет. Потому еще одним своим долгом ведет передачу памяти о войне из первых уст. Вырезали вот эти вот все фигурочки, все, помогали клеить. Приходят к нам детский дом, приходят школы, приходят. Они нам показывают тоже концерты свои ставят на эту тематику про 9 мая. А мы им, как пожилые люди и как знающие больше про войну, мы им рассказываем, делимся, задаем вопросы. Напомним, на 9 мая намечена насыщенная праздничная программа на территории всей автономии. В областном центре мероприятия, посвященные Дню Победы, будут проходить на протяжении всего дня на значимых городских площадках. Андрей Кирюшин, Денис Листюхин, Новости 21. Работники прокуратуры ЕАО в преддверии Дня Победы почтили память ветерана Великой Отечественной войны, прокурорского работника Клузни Ракивы Нухимовича. На месте его захоронения возложили цветы и отдали дань памяти и уважения минутой молчания. О жизни и подвигах своего коллеги сотрудники надзорного ведомства узнали из лекции председателя Совета ветеранов и пенсионеров прокуратуры ЕАО Галины Кирилловой. Кива Нухимович родился в 1920 году в Украинской ССР и в возрасте 16 лет переехал на Дальний Восток. Еще в 30-е годы вместе со своей семьей, с родителями, он приехал в числе первых переселенцев в город Пиробиджан. Начинал здесь он работать на швейной фабрике. В дальнейшем был призван в ряды Красной Армии, воевал на фронте, получил тяжелые ранения, после которого был демобилизован и вернулся на Дальний Восток. После окончания прокурорских курсов Кива Нухимович работал в органах прокуратуры Хабаровского края. Окончил юридическую школу и был переведен в Биробиджан. Здесь он занимал должности помощника и старшего помощника прокурора области по судебному и общему надзору. Исполнял обязанности прокурора города и Биробиджанского района. Ветеран награжден медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне, отмечен и служебными наградами. Никита Натапов, Кирилл Богаченко, Новости 21. Итоги регионального этапа Всероссийского чемпионата «Профессионал-2023» подвели в Еврейской автономной области. В ходе соревнований выявили лучших представителей в направлениях медицинский и социальный уход, преподавания в начальных классах, управления экскаватором, преподавания музыки в школе и поварское дело. Основная задача чемпионата – популяризация технических специальностей, преподаваемых в средних образовательных учреждениях, поддержка юных профессионалов, создание для них конкурентной среды и возможностей трудоустройства. Самое главное – это повышение вашей квалификации, ваших возможностей по трудоустройству, по выбору той профессии, тех зарплат, которые вас будут более интересовать. Не секрет, что те ребята, которые достигают вершин своей отрасли, имеют дополнительные возможности по выбору будущего места для своей работы, для саморазвития. Победители регионального чемпионата получили возможность пройти отборочный этап на финал соревнований, который состоится в Санкт-Петербурге в ноябре этого года. Андрей Кирюшин, Кирилл Богаченко, Новости 21. Смотрите далее. Безопасность превыше всего. В правительстве ЯО подвели итоги подготовки к празднованию 78-й годовщины Победы. Служу России, служу закону. В сквере Победы областного центра прошла торжественная церемония принятия присяги новыми сотрудниками в СИН. Природное тепло приходит на смену коммунальному. В Биробиджане завершается отопительный сезон. Связь поколений, праздничную программу для детей войны и тружеников тыла подготовили в детском саду номер 15 Биробиджана. Все для фронта, все для победы о тружениках тыла Биробиджанского района рассказали учащимся школы села Волгейм. Итоговое заседание Организационного комитета по подготовке к празднованию 78-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялось в правительстве ЯО под председательством губернатора области Ростислава Гольдштейна. В обсуждении вопросов приняли участие представители правительства, силовых ведомств, общественных организаций и муниципалитетов региона. В рио начальника территориального гарнизона ЯО Алексей Морозов доложил о принятых мерах безопасности и порядке организации массовых мероприятий. В мероприятии планируется принять участие 42 человека категории – участник Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны, члены союза пенсионеров, члены семьи погибших, воинов, участвующих в специальной операции на Украине, которые будут размещены на стульях, на центральных трибунах для сопровождения предусмотренной волонтеры. 9 мая запланирован целый ряд мероприятий в разных точках города. Традиционный бессмертный полк пройдет в новом формате. На центральных улицах областного центра разместят фотографии героев войны – земляков, увековеченных в сквере Победы. Там же развернут комплекс спортивных площадок. На набережной реки Бера будет организована работа полевых кухонь и торговых точек. На всем протяжении прогулочной зоны развернут интерактивные площадки. Главные события Дня Победы медиахолдинг Рея Биробиджан покажет в прямом эфире. Прямая трансляция будет вестись на канале ОТР – это девятая кнопка на всей территории Еврейской автономной области. И на региональном канале НТК – это кабельная сеть. Ростелеком и здесь еще у нас. А также на видеохостингах Ютуб, Рутуб и в социальной сети ВКонтакте. А гидбригада областной филармонии выступит во дворах ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Также в программе показ фильмов «Вальс Победы» и концерт с участием лучших коллективов города и области, увидеть который можно на телеканале НТК с 7 до 10 вечера. Завершением станет праздничный салют. Екатерина Кувалдина, Павел Славин. Новости 21. Принесли присягу впервые на площади Сквера Победы сотрудники УФСИН России по ЕАО. 18 человек, работающих во всех пяти учреждениях уголовно-исполнительной системы области, в торжественной обстановке произнесли слова заветной клятвы. Я, прапорщик Мацак Олеся Александровна, поступаю на службу в уголовно-исполнительной системе, торжественно присягаю на верность Российской Федерации и ее народу. Среди приносящих присягу сотрудников было немало девушек. Олеся Мацак с трудовыми буднями сотрудников ВСИН знакома не понаслышке, можно сказать, с самого детства. Работа в системе – дело семейное. Для меня примером послужила моя родная семья. У меня дедушка, бабушка служили в ФКУ и К-10. Также у меня мама работала в ФКУ и К-10. Прослужила 13,5 лет. Также брат работает в УФСИН. С торжественным днем в жизни и карьере сотрудников уголовно-исполнительной системы поздравил начальнику ВСИН России по ЕО полковник Василий Михайленко, а также архиепископ Биробиджанский Кульдурский Владыка Ефрем. По словам сотрудников, работа в этой службе требует определенных качеств. Нужно только призвание, призывной возраст до 45 лет, ну и желание, еще раз только желание служить верой отечеству и государству. Завершилось принятие присяги торжественным маршем по площади мемориального комплекса под всем знакомую мелодию «День Победы». Вячеслав Пасмани, Кирилл Богаченко, Новости 21. Отопительный период завершится в Биробиджане на этой неделе 5 мая. Согласно установленным нормам, подачу тепла в жилые помещения следует прекращать, если среднесуточная температура воздуха не опускается ниже 8 градусов в течение 5 дней. Отопительный сезон, на мой взгляд, прошел довольно-таки на высоком уровне, у нас не было каких-то серьезных аварий, были какие-то небольшие локальные проблемы, которые своевременно устранялись в рамках требований законодательства. Поэтому подготовка, которую мы весь прошлый год проводили, она дала определенный результат положительный. Традиционно с прекращением подачи тепла начинается подготовка к предстоящему отопительному сезону. Как отмечают в мэрии областного центра, особое внимание уделяют ремонтам на Биробиджанской теплоэлектроцентрали и котельных государственного предприятия «Облэнергоремонт Плюс». Для подготовки теплосетей и оборудования этим летом горожан также ожидает несколько отключений горячего водоснабжения. Первое планируют провести уже с 15 по 19 мая. Андрей Кирюшин, Екатерина Кувалдина, Денис Денисов, Новости 21. По приглашению воспитанников и педагогов 15-го детского сада на праздничную программу в канун Великого Дня Победы пришли дети войны и труженики тыла. Война стала суровым испытанием для всей страны, для граждан всех возрастов, где бы они ни находились – на передовой или в цеху завода. Юным труженикам тыла выпала доля трудиться наравне со взрослыми во имя Победы. Нелёгкая участь досталась и детям войны, которые помогали партизанам, претерпевали тяготы военного времени. А в послевоенное восстанавливали всё, что разрушили фашисты. «Сразу у нас работать стали для фронта. Копали, хлеб закапывали, чтобы спасти стали, да, проказ. Потом копали бобу-бещи, доты-дзоты копали для солдат. Всё, потому что мы в окружении находились. Пусть знают, что умеют маленькие погибли. Мы остались без скала, без дурова. Голодным всё забрали. Мы уже остались, питались с лесу. Ёлка, я хотел веточку, я только детям показал. Что, мы мололи на жернах и кушали». Воспитанники детского сада подготовили для гостей торжественную патриотическую программу. Историю войны они представили в музыкальных и стихотворных произведениях. «Приходят девушки, друзья, приходят в День Победы. Люблю подолгу, слушая их песни и беседы». Малыши продемонстрировали композицию «Вечного огня». Они маршировали в экипировке и почтили память предков. «Белая птица» в руках ребят выступила олицетворением покоя, чистоты, надежды и мира. «При подготовке к данному мероприятию дети вот настолько проникаются этим мероприятием, что порой сами при подготовке не сдерживают слез. Ну, естественно, здесь большая еще заслуга педагогов, музыкального руководителя, которые пытаются донести детям значимость этих событий». В завершение ребята вручили почетным гостям подарки, сделанные своими руками. Встреча детей с участниками войны продолжится в рамках авторской программы дошкольного образовательного учреждения по нравственно-патриотическому воспитанию «Добрый мир». Екатерина Кувалдина, Богдан Патрин. Новости 21. Урок истории, посвященный землякам, поддерживающих фронт в тылу в годы Великой Отечественной войны, провели для учащихся седьмых-восьмых классов в школе имени Исака пришкольника села Волгейм. Теперь для ребят фраза «тыл кузница победы» перестала быть просто словами. Школьникам рассказали о героическом труде, который прикладывали жители Биробиджанского района для того, чтобы обеспечить солдат всем необходимым. В первую очередь продовольствием, без которого не может действовать ни одна армия. «Это было очень интересное мероприятие, очень понравилось тем, что нам рассказали про наших ровесников в годы Великой Отечественной войны. И я считаю, что это, безусловно, важно и нужно. Это очень важная информация, это нужно знать, это нужно об этом помнить, чтобы не допустить ошибок». Урок прошел в рамках марафона «Наша победа» при поддержке регионального отделения и общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. В рамках проекта подобные мероприятия проходят в образовательных учреждениях всей автономии и направлены напомнить подрастающему поколению о героических усилиях, которых стоила победа Великой Отечественной. «Марафон «Наша победа» сегодня проходит на территории всей нашей страны. Конечно же, посвящен он и памяти о Великой Отечественной войне и сегодняшним событиям, мы тоже не можем не говорить о специальной военной операции, в которой участвуют наши ребята». Завершением марафона станет «Вальс победы». Он пройдет 9 мая на площади имени Ленина Биробиджана в рамках праздничных мероприятий, посвященных Великой Датере. Андрей Кирюшин, Кирилл Богаченко, Новости 21. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова